Диплом победителя Всероссийского конкурса музея в третье место по России и сертификат на 200 тысяч рублей получил музей средней школы номер один. Заслуженную награду вручил депутат Государственной думы от Неницкого округа Сергей Коткин. На конкурс сотрудники школьного музея представили презентацию с рассказом о формах совместной работы по воспитанию молодежи. Во Всероссийском конкурсе «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» от Неницкого округа участвовали пять школьных музеев. В финал прошли музеи школы поселка Красный и городской школы номер один. Конкурс проводился в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Для нас, конечно же, неожиданность и большая радость. Это, безусловно, заслуга, прежде всего, выпускников школы 1989 года, создателей музея, и выпускников других поколений, которые работали в школьном музее, экскурсоводами, волонтерами, вели поисковую работу. Большую благодарность, нужно сказать, учителям, педагогам, которые поддерживали музей наш во всех его начинаниях. Кроме того, Татьяна Балмазова поблагодарила администрацию учебного заведения за то, что все начинания всегда находят поддержку. Заслуженная премия будет направлена на развитие музея. И это действительно великое дело. Низкий поклон Татьяне Петровне, организатору, сподвижнику, который все вот затеял, который провел огромнейшую колоссальную работу по сбору информации. И то, что наш музей, Ненецкий музей, с нашего округа занял почетные призовые места по Российской Федерации, это дорого стоит. И позвольте мне вручить всем диплом, сертификат, общероссийский сертификат, общероссийский диплом. И то, что по гранту президент 200 тысяч рублей в вашем музее. Значит, я вот с гордостью это делаю. И вот действительно неприятно, неприятно за это. Музей школы номер один получил почетное третье место среди городских школ Северо-Западного федерального округа и набрал по итогам конкурса 25,6 баллов. Ну, наверное, участие в таких конкурсах важно для нас. Во-первых, это материальное поощрение музея. Средства могут быть использованы на дальнейшее совершенствование фондов и экспозиций нашего музея. Это определенная ступенька в развитии школьного музейного дела и представление собственного опыта работы, опыта работы школы, опыта руководителя музея, общественного хранителя музея нашей школы. Музейный фонд учебного заведения служит большой научной базой для многих внеклассных мероприятий. В школе создан большой тематико-композиционный комплекс. У Печоры дальняя школа их ждала, посвященная памяти учителей и учеников, которые сражались за победу. И самое главное, что мы знаем, что в музее школы собрана вся история наших учащихся. Там у нас есть и медалисты, там есть участники военной, там есть директора, там есть вся история школы сконцентрирована в одном обстановительно небольшом помещении. У нас есть хранитель истории, Татьяна Балмасова, человек, который, я считаю, делает огромную работу, причем на волонтерских началах. И мы благодарны партии «Един Россия» Сергея Николаевича Коткина, что они нашли возможность поощрить наш музей, в том числе материально, потому что это не последнее дело. Заслуженную награду, сертификат на 200 тысяч рублей, школьный музей намерен использовать на обновление материально-технической базы, проведение акций и мероприятий по сохранению истории.